В эфире Янаульского телевидения информационный выпуск новостей в студиал Сущепотева. Здравствуйте! Председатель госсобрания Куролтая Республики Башкортостан Константин Толкачев посетил Янаульский район с рабочим визитом 24 ноября. Он ознакомился с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой и посетил ряд объектов. В этот день пять многодетных семей получили из его рук наборы продуктов Башкортостана «Забота о вас» от партии «Единая Россия» и бесплатные продуктовые наборы от торговой сети «Магнит» в рамках социальной программы «Магнит Забота». Первым адресом на пути следования делегации стал дом по улице Октябрьской. Здесь проживает семья Валеевых. Они воспитывают пятерых детей. Такому неожиданному сюрпризу большая семья оказалась рада. С нетерпением гостей ждали и на улице Высоковольтной. Лариса Шафиева награждена медалью «Материнская слава». Вместе с супругом они воспитывают шестерых детей. Младшей дочери Аделии исполнился только один год. Затем делегация отправилась в силуэт Кинеева. Здесь живет большая, дружная и активная семья Шакировых. В этом доме также воспитываются шесть детей. Следующей точкой маршрута стал дворец молодежи. Именно здесь базируется волонтерский штаб Янаульского района. Вот уже больше полугода самые активные и неравнодушные молодые люди приходят на помощь нуждающимся. Константин Толкачев высказал слова благодарности волонтерам, медицинским работникам и сотрудникам психоневрологического интерната. Всем тем, кто в это непростое время приходит на помощь к людям. Пожелание от главы республики ради Фарид Чахабира у нас. Подробный разговор вчера состоялся. Я сказал о своем визите в Янаульский район. Он просил передать добрые пожелания. Янаульский район у нас на особом счету. Это визитная карточка нашей республики. Во многом есть транспорт, следующий из Перми. Он сразу попадает на территорию Янаульского района. И по Янаульскому району судят республики, судят о наших дорогах, благоустройстве, о людях, о сервисе. Мне нравится та положительная динамика, которая очень заметна в Янаульском районе. Постоянно идет улучшение жизненных условий, качества жизни. Много делается во всех сферах. Но еще, конечно, больше предстоит сделать. В наших планах о переустройстве района, повышении стандартов проживания населения в нем, конечно, уже неоднократно говорил, Пишат Акзамыч, я хочу сказать, что у нас очень много задумок. Еще год назад мы и не думали, и представлений не имеем, что такая гадость вдруг может на нашу голову обрушиться. Много проблем она создала во всех сферах. Я не знаю, есть ли такая семья, которая на себе бы не почувствовала тяжесть этой болезни. Делегаты пришли не с пустыми руками. Волонтеры получили необходимые средства индивидуальной защиты, специальные костюмы, маски, краны от партии «Единая Россия» и исполняющего обязанности главы Янаульского района. В качестве гостинцев медицинские работники получили два ящика свежих помидоров от тепличного комбината Янаульский, разнообразную молочную продукцию от Янаульского молочного завода и сладости. Основная цель таких наборов – дать почувствовать заботу и поддержку. Следующим адресатом стала семья Даблетхановых. Здесь также воспитываются четверо детей. Встречать гостей с подарками вышла и двухлетняя Камила Кашапова. Вместе с мамой, братом и сестрой они живут на переулке Кирова и были рады получить целую коробку продуктов. Познакомился, как реализуются меры, предусмотренные указом главы республики. Посетил ряд объектов. Посетили мы ряд семей, многодетных семей. Вручили подарки, продовольственные наборы. Мы познакомились с состоянием их жизни. Определились с мерами поддержки, которые будут также в дальнейшем оказаны со стороны республики, со стороны партии «Единая Россия», со стороны руководства района. В общем, я думаю, достаточно насыщенный был формат. Особенно запомнилась и встреча с волонтерами, с руководством медицинских учреждений города Янаула, Янаульского района. Мы поблагодарили их за тот большой труд, который они вкладывают в оказание поддержки прежде всего нуждающимся семьям, семьям пожилого возраста. Ну и определились также в формате поддержки, которую мы будем оказывать волонтерам Миновского района. В ходе визита председатель госсобрания посетил кладбище, расположенное в деревне Варяж. Делегаты почтили память секретаря совета района Вилиник Банзянова. Его жизнь оборвалась 16 ноября. Соратники по партии и коллеги почтили его память минутой молчания и возложили цветы к могиле друга. На модернизацию первичного звена здравоохранения до 2025 года Башкортостан получит из федерального бюджета 15,6 миллиардов рублей. В 2021 году республики выделят первый транш в размере 2,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава региона Ради Хабиров на еженедельном оперативном совещании. Министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин республиканскую программу в Минздраве России включили в число эталонных. Опыт республики будут тиражировать на другие регионы. Программа в первую очередь сосредоточится на повышении доступности первичной медицинской помощи для населенных пунктов, где проживает менее 50 тысяч человек. Ее бюджет в 2021-2025 годах составит 19,8 миллиардов рублей. Из них 15,6 миллиардов рублей выделит федеральный бюджет. 2,8 миллиардов рублей республиканский. В рамках программы модернизации на территории республики построят 11 поликлиник, 3 участковых и 1 центральную районную больницу, 21 офис врача общей практики, 42 врачебных амбулатории и 456 фельдшерско-акушерских пунктов. Реконструируют 2 поликлиники. Капитальный ремонт ждет 4 центральные районы и 11 участковых больниц, 48 поликлиник, 20 амбулаторий и 2 ФАПа. Также в программу модернизации заложили дооснащение и переоснащение медицинской техникой. Речь идет о закупке рентгеновского оборудования, аппаратов ИВЛ и УЗИ, мамографов, томографов. Общая сумма затрат по этой статье превысит 6,5 миллиардов рублей. Около 800 миллионов рублей потратят на закупку автомобильной техники. Число заболевших коронавирусом в Башкортостане превысило 13 тысяч человек. По состоянию на 23 ноября их количество составляет 13 318. За сутки подтвердили 131 новый случай заражения COVID-19. Всего выздоровели 11 426 человек. Это 86% от всех заболевших. Врачи провели более 1 миллиона 600 тысяч тестов на COVID-19. В медицинских учреждениях Башкортостана подготовили и оборудовали 5800 инфекционных коек. Свободный коечный фонд составляет 22%. В начале декабря с вводом в строй инфекционного госпиталя в Стерлитамаке система здравоохранения получит дополнительные возможности для лечения заболевших COVID-19. По словам Максима Забелина, в Башкортостане успешно стартовала выдача бесплатных лекарств для амбулаторного лечения новой коронавирусной инфекции на дому. Специалисты ситуационного антиковидного центра республики за неделю с 16 по 22 ноября отработали 5 647 обращений жителей. Граждане могут получить дистанционные консультации по лечению от коронавируса, уточнить порядок получения бесплатных лекарств, задать другие вопросы. Сразу после видеоселекторной части заседания участники заслушали исполняющего обязанности начальника управления культуры района Лидии Нурулиной. Она рассказала о предстоящих новогодних мероприятиях. Глава администрации городского поселения Фердавис Мензияров проинформировала подготовки и организации мероприятий, запланированных в Янауле. На сегодня подобрали несколько елей соответствующей высоты для установки на площади возле районной администрации и на площади элеватора. Но пока еще не определились, какие именно привезем. Вопрос подвоза и установки решается. Письменно обратились. Елочные игрушки и гирлянды у нас прошлогодние есть. Еще доберем, добавим. Предприятия и учреждения города на закругленных участках установят елки. Детские площадки оборудуют горками, кащелями. Польза и вред мяса вызывают споры между мясоедами и вегетарианцами. Полезные животные жиры и аминокислоты противопоставляют опасности холестерина и трудностям переваривания. Тем не менее, многие янаульцы по традиции еженедельно покупают свежее мясо. Приобрести его можно как на продовольственных рынках, так и в магазинах. Однако нередко покупатели обращаются и к частным производителям, забывая при этом о мерах безопасности. Напомним, что данный товар должен обязательно иметь ветеринарные справки и клеймо, как знак того, что животное было здоровым, а его мясо полностью подходит для употребления в пищу. В нашем районе мясная продукция перед реализацией на рынке проходит через лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы. В первую очередь сотрудники ветстанции производят визуальный осмотр, оценивают внешний вид мяса, имеются ли какие-либо изменения в структуре или цвете, наличие или отсутствие заболеваний. Затем взятые пробы отправляются в лабораторию для более тщательного анализа. Качественные реакции образцов показывают степень свежести продукции в соответствии с всем ветеринарно-санитарным требованиям. Помимо этого поставщик должен предоставить все необходимые документы, где указана полная информация о животном. И только после этого товар надлежащего качества попадает на прилавки. Мясо, не прошедшее все исследования, возможно и не принесет вреда, однако и безопасности не гарантирует. Убой животных непосредственно и обязательно на мясо производится в специальных убойных площадках. Таких у нас в Янаульском районе два. Лаборатория ветсанэкспертизы осуществляет контроль качества и безопасности продуктов животного происхождения. Исключаем прежде всего общие болезни животных и людей, которые могут передаваться через продукты животного происхождения. Если взять, например, мясо, то нужно провести полный ветеринарный осмотр туши органов, проводить специальные исследования, которые гарантируют свежесть и безопасность мяса. Для этого у нас есть специальные реактивы. Также нужно обязательно проверять органы на инвазионные болезни. Там скрыты паразиты, которые могут дальше расти в органах человека. Например, эхинококос, декроцеллез, фасциаллез. Также можем исключить, надо проверять обязательно голову, где скрыта болезнь феноз. Также обязательно мы проверяем свинину. Свинину проверяем на трихинолез. Это очень заразная болезнь, которая в последующем, если не исключать эту болезнь, может заразиться человек этой болезнью. И эти паразиты могут расти в органах человека. Мясо поступает на рынок. Сначала мы исследуем документацию этого мяса. Там мы видим все происхождение этого мяса, которое забито в обязательных убойных площадках. Проводим ветеринарный осмотр, визуальный осмотр этого мяса. Затем исследуем уже на качество и на свежесть. Берем пробы, 200 грамм из каждой туши и проводим исследование на качество. Сначала самое первое исследование, делаем пробы варки, исследуем вкус, запах бульона. Затем исследуем уже на фермент свежести мяса, проводим пероксидазные исследования. Затем, если мы уже сомневаемся в свежести мяса, проводим дальнейшие исследования, которые уже требуют более длительного времени. И, например, на сернокислую медь, где уже оценивается более глубже качество мяса. После всех исследований и после всех убеждений мы ставим овальное клеймо, которое подтверждает качество и безопасность продукции. Наш график работы у нас понедельник, четверг, выходной. А остальные дни мы работаем с 8 до 5. А в базарные дни, когда открывается мясной павильон, мы работаем до полчетвертого. С 7 до полчетвертого. В начале октября в нашем районе стартовал социально-образовательный проект «Учусь плавать». Его организаторами выступили отдел социальной молодежной политики и спорта администрации района и управление образованием. Главная цель проекта – сократить количество трагедий на воде с участием детей школьного возраста. Затем, как проходят занятия, понаблюдала и наша съемочная группа. Не останавливайся! Курс обучения рассчитан на 6 занятий. Каждый из них длится 1 час. За это время школьники должны как минимум научиться держаться на воде. Но, как показывает практика, успехи ребят намного выше. Одновременно занимаются по две группы, каждая по 15 человек. Дети внимательно слушают инструкторы и старательно выполняют заданные упражнения. «Сначала мы выполняем упражнения на суше, затем заводим их в воду, в воде есть поручни, благодаря чему мы учим их движением рук, движением ног в воде, затем далее по программе обучаем плавать. Самое главное научиться для ребенка держаться в воде и не бояться ее. Для этого мы используем досочки, благодаря чему они более увереннее чувствуют себя в воде и не боятся не так сильно. В конце шестого последнего занятия мы проводим контрольное тестирование, определяем конечный результат обучения. На сегодняшний день в общей сложности полный курс обучения прошли уже более 400 детей. Детям очень нравится заниматься плавать. Они в восторге и с радостью приходят сюда». Как признаются школьники, плавание им очень нравится. С каждым днем держаться на воде получается все лучше. Обучение для ребят не просто урок, а увлекательное занятие. «До этого я не умела плавать, а после третьего зачета я смог. На спине у меня получается лучше плавать, чем на животе. Поэтому я, скорее всего, еще буду дальше ходить с мамой и папой. Мы здесь играем. Мне очень нравится играть, собирать камешки под водой. Она моя любимая». В течение плавательного сезона до мая 2021 года организаторы планируют обучить 63% школьников. Это около 3,5 тысяч детей. Такие занятия ребятам помогут не только чувствовать себя увереннее в воде, но и в целом укреплят организм и здоровье. Муляра Ситтикова, Нилсафин, служба новостей Еноульского телевидения. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Берегите себя, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин при прояснениях до минус 15, днем минус 1, минус 6 градусов. Субтитров А.Семкин Лобим быстро приготовит ус. Эх, ну не получается у меня бытовая магия. Приготовление пищи не просто необходимость, а целое искусство. А чтобы получить от этого настоящее удовольствие, нужна хорошая посуда. С магазином «Дар» любая женщина может стать волшебницей на кухне. А тарелочки какие загляденье! Ждем вас с 9 утра до 6 часов вечера на Аксакова, 14. Дети берут пример со взрослых и все повторяют за вами. Ваша задача – сделать так, чтобы они повторяли правильные вещи. Например, чаще мыли руки, надевали маску в общественных местах, чихали и кашляли в локоть, и защищались от чихов других, соблюдали дистанцию. Чем больше правильных вещей дети будут повторять за вами, тем в большей безопасности они будут. Будьте хорошим примером и будьте здоровы! Будь здоровым, будь спортивным, будь ответственным. Заплати налоги. Боже, меня храни! Я здесь власть! Власть, говоришь? Все в наших руках! Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 50402-528-71. Янаульскому телевидению требуется главный инженер. Телефоны 50402-599-95. Неправильная эксплуатация печей Одна из основных причин пожара. Зачем мы уничтожаем друг друга? Зачем причиняем боль тем, кого любим? Зачем мы разрушаем то, что создали многие поколения до нас? И если мы желаем себе добра, Зачем делаем зло в мире, где мы живем? Зло – самая страшная разрушительная сила. Ее остановит только любовь. Папа, остановись! Пора перестать делить единый мир. Наполните свою жизнь любовью. При проектировании дороги необходимо учитывать все параметры. Разделить встречные потоки, учесть скорость движения. Но прежде всего безопасность, конечно. Думаете, превысить на 10-15 км в час не страшно? Это те самые 10-15 км, которые могут спасти жизнь вашего ребенка. Или забрать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...